Здравствуйте, садитесь, пожалуйста. Сегодня для вас, ребята, набор слов. Посмотрите, пожалуйста, видно все? Видно слова? Да. Давайте, давайте, прочитайте. Первая строчка. Лича, егел, мораль, элементы, успех. Скажите, это набор слов или можно что-то осмысленное составить из этих слов? Попробуй, что-то осмысленное составить из этих слов. Пожалуйста, ну какое слово, кажется, важнее, центральное слово. Смотрим внимательно. Какое для вас важнее слово, руку поднимаем, не видим. Так, мораль важна для него слово. Запомним это. А почему для тебя егел? Почему егел? Что это такое егел? Единый, ну-ка дальше. Егел. Единый государственный экзамен. Будете сдавать? Да. Будете сдавать. Ну, вот, наверное, поэтому-то я не решила, что для тебя это важнее, да? Нет. Итак, мораль, ЕД, аргументы. Ну, вот смотрите. Если все-таки все дело заканчивается у нас в школе. Удачной, удачной сдачи экзамена. То какое слово бы вы еще выбрали? Видите, все это слово «успех». Ну, вот успех у нас может не только быть по истечении наших 11 классов, да, обучения в школе, когда мы все свои знания, весь свой опыт богатый покажем, да, сдадим экзамен, покажем, что мы имеем право уже аттестат получить и учиться дальше в высших учебных заведениях. Успех у нас сегодня может быть. Итак, еще раз. ЕГЭ. Успех. Дальше. Какое слово в третьем виду стоит? Чтобы мы были успешны в ЕГЭ, как за они, какое слово третьем? Третьем виду. Пожалуйста. Громче, руку. Притча, хорошо, следующее. Аргументы и... Ну, мы сейчас и посмотрим. Итак, а притча-то это что такое? ЕГЭ поняли. ЕГЭ ясно. Настроились уже, пойди на него, я так думаю. А притча-то это что? Вижу руки, пожалуйста. Поучительные. Еще раз подробнее. Поучительные. Поучительные. А чему получают? Юра, чему получают? Ну, он получает. Ну, чему может получать притча вообще? Любая. Все, замкнулся. Ну, пожалуйста. Слушаю. Получает притча. Хорошо, правильно все делать. Правильно что делать? И не посмеиваю. Пожалуйста, девочки, чему получать может притча? Любая. Скажите. Свою Родину. О, молодец. Любить свою Родину. Вот как-то Юлия Кулу не пришла. Еще? Уважать сверстников, поехали, да? Уважать природу. Вы сейчас послушайте одну притчу. Может быть догадаетесь, чему эта притча? Получали. Готовы слушать? Да. Готов, дима, слушать? Не вижу. Притча называется «Нехорошее слово». Внимательно. Написали на запоре нехорошее слово. Люди идут мимо, смеются. Те, у кого еще совесть есть, отворачиваются. Хорошо, хоть дети малые не все понимают. Стыдно стало за гору. Поднял он взор к небу и взмолился. Сожги меня лучше неба, чем такое терпеть. Совестно ведь перед людьми. Потемнело небо, поплыла грозовая туча, сверкнула страшная молния, и начался сильный дождь. А когда прошла гроза, все увидели, что забор как стоял, так и стоит на своем месте. Только весь чистый. Ливень смыл с него все, в том числе и нехорошее слово. А молния ударила в того человека, который это слово написал. Хорошо еще сам остался чудом жив, но не до будущей ли грозы. Пожалуйста. Чему получает эта притча и какова ее мораль? Еще кто? Догадывайтесь, я хочу, чтобы вы поняли тут же содержание. Вижу еще. Чему получает эта притча? Не надо писать на заборах. Не надо писать на заборах. Хорошо и легко сформулировал проблему. Пожалуйста. То есть если ты что-то сделаешь, ты плохое, да? То как повернется Богом? Ну все плохо будет. Вернется, да? Еще? Еще? Есть ли мораль? Еще, еще. А вот обратите внимание, а забор как стоял, так и стоит, но только весь чистый. Ну как, здесь, пожалуйста. Забор-то весь чистый. Витя? Дождем смело. Дождем смело, да. А забору уже не стыдно, забор весь чистый. Вы помните с вами давно, когда изучали притчи, говорили, так же, как в басне, там все объекты можно переводить на живых людей. Представьте себе, что это живой человек. Чистый, а было стыдно. Итак, проблема быстренько формулировала мораль. Чем быстрее формулировать, тем правильнее это будет. Стыдно перед людьми. Убей меня лучше неба, сожги. Пошел сильный ливень, и забор чистый. Но забор не все мне надо. Так, и что? Справедливость есть такое слово. Справедливость есть такое слово. Итак, смотрите, мы с вами увидели, чему учит эта притча. Первое, что ты сказала? Пожи ему только. Так, Аня. Я все не забыл. Ну, то есть, проще уже не скажешь. А второе? Ну, если бы что-то плохое дело, тебе один заканчивается. Вернется до Бумерангов. И третье? И третье вместе? Ну, как? Справедливость все-таки, да? Забор ни в чем не виноват был. Хорошо. Итак, ребята, посмотрите на голоску. Ну, это я вам пословицу написал притчи, короче, Мозаптич. Согласны с ним? Как я понимаю, что я говорю? Ну, что она очень короткая, но многому получает. Ну, многому получает. Итак, ребята, сейчас вот по этому плану мы будем с вами работать. То есть, мы напишем по тем текстам, по тем притчам, которые вы получите. Сочинение в формате ЕГЭ. Это за 11-ти классники пишут, стоят. А вы сейчас, в 6-м классе, научитесь это делать. Научитесь искать проблему того текста, который у вас будет. Отбирать аргументы, делать вывод. И не просто так, а будете все это делать в группе. Поэтому, давайте мы с вами, прежде чем начнем работу, определим нашу цель. Итак, с какой целью мы сейчас будем с вами работать в группах? Кто скажет? Громко в ту сторону, ко всем повернись. Найти проблему, найти аргументы, это по этим этапам мы пойдем. А какая важнее цель еще? К чему мы идем? Понять. Так, что понять? Девочки там сзади, к чему мы идем? Подмахайте, Никите. К чему мы идем? Какому этапу? Так. Какое слово вы здесь выделяли на первом месте? Нигде. Ну, к чему мы идем? К успешной сдаче экзаменов, к успешному получению знаний, да? Значит, наша цель какая? Давайте-ка мы ее пропишем. Она однозначно простая сама будет, да? Уметь аргументировать. Согласен? Уметь аргументировать. Что еще мы можем делать? Научиться аргументировать дальше. Что еще делать? Посадить на нашу бабу. Вы являетесь проблемой. Вы являетесь проблемой, конечно. А вот то, что вызов, вывод, призыв, это что-то просто. То есть, делать вывод. А мы должны представить вот это все, чтобы наработали. Представить свой результат работы. Ну, значит, еще это одна из целей, да, задач. Представить свою деятельность. Ну вот, ребята, пускай вот эти все наши цели, задачи будут перед глазами. Все оставшиеся часть урока мы будем с ними и добиваться. Итак, ну вот, наверное, случайно таким путем я вам сейчас притчи предложу. Давайте так. Какой вы листочек возьмите? Маленький сами. Вот самый маленький, самый сложный. Вы какой листочек? Ну давай, не ведем, делайте. Скорее. Все. Читаем внимательно. Сейчас мы вслух прочитаем. И, девочки, вам. Так, все, стоп. Начали вслух читать. Встала. Чшшш. Увидел березовый листочек, свое отражение в лужу. И поднимал. Для чего же я на березу похожа? Вот сволок, вот ветер. А может я сам дерево? Это волос от березы. На дерево мне так не стало. А она была в лужу, но она не будет до тех пор, пока не высохла. Внимание. Учись. Увидел березовый лис, свое отражение в луже и поднимал. Ну-ка дальше. Вот в том же дереве, в каком я. Чтобы всем было понятно. Встала на ноги. Вот так же, как я. Игрок. Отчего же я на березу похожа? Вот сволок, вот ветви. А может я сам дерево? Этого я оторвал за березу. Но дерево мне так не стало. А то я купал в лужу и клал в ней до тех пор, пока она не высохла вместе с ним. Ну что ж, содержание понятно, у нас пока вопросов много о чем, что это, ваше дело подумать. И вот по этому плану поработать. Пожалуйста, напишите небольшое сочинение, значите с проблемой, которые заложены в этом тексте. Приведите аргументы, один из жизни, один из художественной литературы, ну как уж тут сможете. И сделайте вывод, призыв, ну и пожалуйста, иллюстрацию, плакат иллюстрацию. Работаем, слушаем вас, только, пожалуйста, так, чтобы я вас слышал и все. Читаем, поднимаемся. И читать надо громко и вот на зал. Две дороги встретились на развилке две дороги, узкая и широкая. Совсем ты себя запустила, вся восторг камня, колдобина, колючим термин взросла. Принялась увлекать широкая, узкая твои путники, давай гляди, помру от усталости и голода. То ли дело я красивая, плаская, вдоль меня кафе, рестораны, дома со всеми удобствами. Живи и веселись, что это ты вдруг замолчала, ведь, судя по твоим словам, живется тебе хорошо, удивилась узкая дорога. Хорошо-то, но хорошо, готова ответ широкая, да только в конце меня пропасть бездонная, черная, мрачная, такая, что я писать тебе не могу. Многие люди даже и не подозревают о ней, а те, что знают, только махиваются. Видно, все правды не ведают, а я вот так на эту пробу не насмотрелась, что больше всего нас посетиваюсь, вот наши сползки есть в нее. Ведь это, боюсь, уже будет тогда и навсегда. Но ты как живешь, трудно вдохнула, узкая дорога. Тем временем по мне идет нелегко. Но зато в конце моего пути гора, и вот зашедшие на нее такие светлые, радостные, счастливые, что я ей писать тебе не могу. И знаешь, я больше всего тоже хочу там оказаться. Ведь это, надеюсь, будет уже навечно. Поговорили, дороги взлышались в разные стороны. А на развилке той человек оспался, который все это слышал. И вот, что странно, до сих пор там стоит еще думать, на какую у вас свиную дорогу. Ну вот вы тоже думаете, на какую у вас свиную дорогу. Думаете, группа, на какую вам свиную дорогу, что там за проблема в этом тексте, как вы ее расстроите, какие аргументы приведете, защищая эту проблему, объясняя нам ее. Делаем тоже плакат, призыв и работаем. Пожалуйста, третья группа. Третья группа. Пожалуйста, Захар. Так, чуть-чуть потише, потому что еще не все прочли тексты шепотов. Увидел его на берегу прекрасную велю и еще во что-нибудь не стало завладеть ее. Чего он пока не предлагал, красавица. Покататься на его быстрых волна, глазковую прокладу воды и нестерпильной снои и целого подорота без всевозможных назначений и удовольствий. Заколевалась красавица. Заметил это без надежды, любивший ее жучок. И принялся отговаривать. Подгубит он тебя, пропадешь. Только куда там? Он такой сильный, красивый, весь какой-то коринственный. Возражала Лерия. Нет, пожалуй, я сразу приму его предложение. Ах так? Кричал жучок. Ну ты заслужил, что ты сделаешь это? И он слышал, когда я получился на поверхность волна ворота, который тут же безжалостно закружил, и в тело его испориона всегда исчез. Из глаз ты ее только теперь понявший, что такое настоящая любовь. Ничего себе, растем. А как называется текст? Настоящая любовь. Настоящая любовь. Ну я вам это. Завидую или не завидую, не знаю. Работаем. Работаем. Берем кекс, березточек, пишем сочинения. Начинает продумывать элитрацию. Особенно проблема мне эта, мне интересно. Работаем вместе. Пожалуйста, последнее. Берем кекс. Берем кекс. Решила, крапива с кем-то дружку начать. Убитала, обняла. Чуть потише группы. И сразу начаровалась. Красивая, но колючая. Не буду с тобой. Группы потише. Обошла крапива все леса и сады. Никого подходящего, наверное, не нашла. Ромашка слишком нежная, татарник. Рубпы. Алилия, она вообще кексная. Выслана просела, чтобы дорогу не дала. Наконец, подорожник, который был сам этим деливым с тобой на свете, никого не обижал. И наоборот, сам всем поможет был готов. Но Эрки не понравился. Добрый и красивый. Так и не нашла себе друга крапива. Да, если бы не нашла, все равно с такой, как она, никто бы не стал бы дружить совсем, потому что она звучит и на рту. Как называется текст? Привиденливая. Пожалуйста, план перед вами. Садимся. Молодец. План перед вами. Пишем небольшое сочинение. Самая главная проблема. Самые главные аргументы и вывод. А вы, девочки, займитесь и люстракцией. Пожалуйста, работаем. Я вам минут 15 самое большое даю, потому что мы еще с вами должны представить свои деятельности. Это последний пункт нашей задачи. Так, проблемы из нас. Проблема вместо жительства. Ага. А у вас же две дороги. Послушайте меня. А слушайте меня. Вы против нового человека. Надо для всех увидеть. Почему по хорошей дороге легко идти? Потому что трудности не прийти. А потом раз, и в жизни тебе такие, как ты собираешься на моменты, да? И ты не справляешься. А по трудной дороге и тяжелой, но только к жизни. И ты можешь сопротивляться всем угарам судьбы. Давайте так поговорим. Лучше идти по трудной дороге, но приобрести жизнь в новую. Зависит. Лучше по трудной дороге, но приобрести жизнь в новую. Вот об этом и рассуждаем. Вот об этом и рассуждаем. Ясно? Так. Проблемы нашли? Ну-ка, подожди мне. Да, все. Но самое главное, не то, что себя лучше. Посмотрите, девочки. От кого он оторвал совмест? А береза для него кто? Все? Все? Надо комментарии? Надо комментарии? Я... Вы поняли все? Так какая проблема? Так какая проблема? Скажи. Ты же сразу сказал, береза это мама. Катерка. Оторвал. Оторвал все от родителей, да? Сыны или дочкой. Хотел зато остаться на себя, и что результате получилось? Ну, где у меня? Да, собственно. Вы переносите это на нас, людей. Как вы поняли? На нас, людей. Все работает. В чем проблема? Проблема в том, что... Все правильно. Выбор друга, да? Элька на бревее делает. Вот об этом и пишем сочинение. В чем проблема? Ну, как же, не выяснил? У вас это вначале, в технике, доложено. Настоящая любовь. Скажите, пожалуйста. Вот. Жучок. Зачем он сделал так, чтобы погиб? А по этому линию? Она не сказала. По этому линию? Вот смотрите, внимательно читайте. И ты тоже внимательно читай. Посмотрите. Посмотри, что ждет тебя, если ты это сделаешь. Послушай меня внимательно. Иди сюда. Стань, подойди ко мне. Аккуратно. Иди сюда. Понимаешь, там происходит следующее. Ты говоришь, что он сильно ее любил и сгорел из-за того, что не мог без нее жить. Он ей показал, куда ты идешь. Он ей показал, если ты будешь дружить с ней. Если ты будешь дружить с этим самым жучком, да? Ому с Лилией. То ты утонешь. Видишь? Она бы туда к нему пошла, к другому, то и утомила. То есть он с собой пожертвовал. А любовь настоящая, это что? Это когда можешь пожертвовать собой. Вот у вас в чем смысл. А не в том, что он без нее жить не может. Итак, Дима ясна. Проблема ясна. Настоящая любовь, это жертва. Помогаю. Уж очень у вас трудное дело. И интересное. Все начали работать над этой темой. Садимся к нему, пишем сюда. Или ты к нему, если ты к нему. Свои стул больше не роняйте, просто бейте. Проблема сочинения. Настоящая любовь, это жертва. Вот сюда, я. Ты понял, что это? Или нет? Думай. 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 Все начали стать настоящей любовь, это жертва. Пишем, а думаем, а то устал. Если есть, то есть, то есть, то есть, то есть. А то я вам помощника прошу сейчас. Иду. Куда идти? Садись. Вам вместе нельзя. Садись. Да, Игорь Михайлович. Ручку доставай. Пиши, пожалуйста, это сочинение на кем. Любовь, это жертва. Пожалуйста, пиши. Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...